Вот этот шов был пролит явно уже после того, как положили асфальтобетон. Хотя шов должен был проливаться до укладки асфальтобетона, поэтому примыкание уже начало разрушаться. Этому ремонту нет и года. То, что работы провели некачественно, специалисты Миндортранса указали подрядчику еще при сдаче. Однако тот убедил их в обратном. Но сегодня даже не эксперту понятно, кто был прав. Для большей аргументации представители министерства приехали с дорожной лабораторией. Результаты дорожная лаборатория выдаст к концу недели. Подрядчику придется переделывать все за свой счет. К соседнему двору у специалистов претензий нет. Но это, говорят, увы, скорее исключение исправил. В прошлом году подрядчики с ремонтом явно подкачали. Из полсотни проверенных придомовых территорий только 10 выдержали экспертизу. Остальные явная халтура. Выкрашение асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев, отслоение асфальтобетонного покрытия от бордюрного камня и шелушение асфальтобетонного покрытия на входных группах и на тротуаре. Основные причины это или холодный асфальтобетон был уложен, или в холодные погодные условия, или, значит, недоуплотнение, или в составе асфальтобетона недостаточно битума. Разбираться со своими подрядчиками и субподрядчиками будет город. А дорожная лаборатория, как только закончат проверку дворов, займется улицами. Свою экспертизу сейчас проводят и общественники. Автомобилисты Удмуртии решили взять под контроль все ремонты, где еще действуют гарантийные обязательства. Вот активисты у нас сделали какую-то карту специальную, в общем-то, где все показаны вот эти вот участки, и наши активисты проверяли эти участки с 2010 года. На этой карте значится и улица Милиционная. В этом году общественники уже успели проверить больше полусотни участков. Претензии нашлись практически везде. В планах активистов наладить общественный контроль дорог и за пределами Ижевска. Оксана Худякова, Василий Хохряков, телеканал Майор Мурти.